Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 24 марта. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. На азиатской сессии пятницы евро-доллар демонстрировал сдержанное желание скорректироваться вверх. Однако с открытием европейских торгов возобновились продажи валюты, связанные отчасти с ростом напряженности на финансовых рынках. Импульсом для продаж евро послужили заявления канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу новых санкций против России, которые обсуждаются на европейском саммите в Брюсселе. Кроме того, свою лепту внесли и опубликованные накануне дефляционные показатели индекса производственных цен в Германии, не дотянувшие до прогнозов аналитиков. В результате курс пары от азиатского максимума 1.3791 скатился к минимальному дневному уровню 1.3765. При этом ценовая динамика пары в ожидании решений саммита отличалась крайне низкой активностью. Инвесторы не спешили возобновлять продажи валюты, поэтому, когда поступила информация, что экономические санкции в отношении России пока не приняты, рынок отреагировал некоторым увеличением спроса на евро. Курс пары возобновил коррекционный откат от предыдущего двухдневного снижения и протестировал максимум на отметке 1.3810, вблизи которого и завершил недельную торговлю. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение коррекционного подъема пары в ценовой зоне 1.3817-1.3845, а затем возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3773, 1.3740, 1.3700 и 1.3667. Валютная пара фунт-доллар на торгах в пятницу также демонстрировала крайне вялую динамику, торгуясь в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6520-1.6475. Поскольку значимые данные в экономическом календаре пятницы отсутствовали, игроки ориентировались на опубликованные бюджетные показатели. Чистые заимствования госсектора Великобритании в феврале месяце составили 9,3 млрд фунтов стерлингов, против прогноза 8,6 млрд. Курс пары, реагируя на увеличение дефицита собственных средств, протестировал нижнюю границу диапазона, вблизи которой и завершил недельную торговлю. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем завершение коррекционного подъема пары ориентировочно в ценовой зоне 1.6523-1.6547, а затем разворот и снижение британской валюты к целевым уровням 1.6456-1.64 и, возможно, к 1.6340. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник. Волатильная пятничная торговля в довольно узком ценовом диапазоне в основном сохранила положение металлов относительно их уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит сейчас по верхней границе Боллинджера. Часовой таймфрейм на ценовом уровне 1.342 доллара за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям 1.348-1.353 доллара за унцию. Ближайший уровень поддержки металла проходит по ценовому уровню 1.332 доллара. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1.329, 1.324 и 1.321 доллара за унцию. Серебро в аналогичной волатильной динамике также сохранило свои позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на уровне дневного разворота – 20.36 долларов. Если возобновится движение наверх, а это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к ценовым уровням 20.50 долларов и 20.60 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра переместился на отметку 20.20 долларов. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням 19.90 долларов и 19.60 долларов за унцию. В качестве приоритетных направлений ценовой динамики металлов на понедельник предполагаем завершение коррекционного подъема металлов ориентировочно в ценовой зоне 1.348-1.362 доллара по золоту и в районе уровня 20.80 долларов по серебру. Далее ожидаем возобновление снижения металлов к вышеназванным целевым уровням поддержек. В экономической статистике понедельника Китай, Еврозона и США опубликуют индексы деловой активности в производственной сфере своих регионов за март. Кроме того, аналогичные показатели, включая и сферу услуг, будут представлены по ведущим экономикам Еврозоны Германии и Франции. В Великобритании выйдут данные по индексу цен на жилье, Германия опубликует мартовский отчет Бундесбанка, а США и Франция проведут в этот день аукционы по продаже 3, 6 и 12-месячных облигаций государственного долга. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.